Очень много людей, которые хотят проснуться. Они уже осознают, что они не пришли в эту жизнь, только есть и ходить на работу для того, чтобы отработать на кого-то, прийти, поспать, сходить в туалет и снова идти, и снова работать. Они уже задают вопросы себе, зачем я пришел, какой смысл бытия и так далее. У них пошло первичное пробуждение. Какую бы ты технику порекомендовал, возможность самых простых, потому что я знаю, твой арсенал именно и славится своей необычайной простотой и эффективностью. Просто такой убойной эффективностью. Для тех, у кого уже возникли вопросы, кто я, зачем я, почему я и что мне с этим делать. Да, мне кажется, что я понял твой вопрос. Самое простое, что я вижу, это научиться задавать самому себе вопросы. Вот это самое простое. Давайте начнем с того, что, вот как ты говоришь, вновь пробудившиеся люди, или люди, которые делают попытки пробудиться, они задают все просто-напросто, самый первый вопрос и самый неправильный вопрос. Они задают вопрос, как мне это сделать. Из моей практики, из моего опыта, есть такая вещь, что вопрос, как, это вопрос, который остается без ответа. Если этот вопрос, как задать любому человеку, в детстве, когда мы бегали пацанами, не знаю, может быть, это немножко грубо будет звучать, но я прошу прощения, это очень точно. Когда мы друг другу задавали вопросы, как, вслед, прям, в ответ на этот вопрос сыпалось со всех сторон. Каком? Вот именно так. И мир, и пространство отвечают на этот вопрос. Каком? Для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, нужно правильно задать вопрос себе самому. У нас прекрасный инструмент сидит на плечах. И этот инструмент просто стонет от безделья. Потому что он создан для того, чтобы отвечать на вопросы. И когда этот инструмент, это наша бедная и прекрасная, и замечательная в то же время голова, ну, ей же надо как-то, собственно, оправдывать свою жизнедеятельность, она начинает придумывать всякие проблемы, которые мы потом успешно решаем. Но из этой головы можно сделать прекрасного союзника. Очень просто задавать правильные вопросы. Что такое правильный вопрос? Ну, во-первых, правильный вопрос, он звучит коротко и красиво. Вот, это совершенно четкое и понятное определение правильного вопроса. И вопрос, правильный вопрос, с как, не начинается. Он начинается, что я могу сделать для того, чтобы... Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Я имею в виду точки. Не слово матом, а точки. Поэтому, если человек пробудился, или начал пробуждаться, и у него куча вопросов, в первую очередь задавайте вопросы себе. Именно так, коротко и красиво, что я могу сделать для того, чтобы, ну, например, пробудиться. И будьте уверены, если с первого раза вы не услышите ответ на этот вопрос, то со второго, с третьего, с пятого уже точно вы получите ответ. В какой форме, я не знаю, может приснится сон, может быть, вы наткнетесь вдруг на ролик Зайцевой Натальи, может быть, где-то книга, а может быть, кто-то там, проезжая мимо на автомобиле, в открытое окно, чего-то крикнет. И это будет ответом на ваш вопрос. Это самое простое. Есть сложнее, конечно, методики, но то, что вы можете сделать сами, легко, вообще не напрягаясь, это вопрос. Ну, а дальше действие. После получения ответа, это просто действие. Нужно делать, 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 делать и делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!